МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правда, даже в таком ламповом кино невольно обращаешь внимание на достаточно показательные моменты. Но, например, в стране на букву «Р» сейчас страшно гордятся уничтожением Днепра ГЭСа. Главный удар пришелся на Днепровскую гидроэлектростанцию, крупнейшую украинскую ГЭС. Это самое главное событие с начала февраля 22-го года. С этого надо было начинать. Ударили по ГЭС-1, по ГЭС-2 нашими прилатыми ракетами, и они попали в ТН, и все остановлено. Я рекомендую, посмотрите, рыдания, слезы и стоны. Хутарян поутру. Прикоснитесь, так сказать, к источнику наслаждения. И ради такой радости Путин не пожалел сотни миллиардов долларов. Не личных, конечно, а народных денег. Тех самых денег, которые герой документалок «Счастливые люди» не увидят никогда в жизни. И села их не увидят, и даже целые районы. Ведь, согласно нынешней политике партии, счастливыми люди должны быть от чего угодно, кроме личного благосостояния. Тот уровень внутреннего комфорта, который есть у русского человека, это вещь, недоступная всем остальным. Мы аскеты, у нас вот глубинка как живет. В другой стороне глубинка давно с вилами по Москве бегала. Нет, нормально, коровы есть, это есть, да и что надо. У меня, смотри, природа какая. Речка, рыбка, машка. Такая озорная деваха. Вот мы довольствуемся, нам ничего по большому счету не надо. То есть не жили никогда хорошо, нефига начинать. И заметьте, ни Путин, ни бояре такого отношения к холопам даже не скрывают. В тех же счастливых людях второй сезон посвящен так называемым поморам. Именно так называют многих жителей в основном Архангельской области. Стратегическое ввиду географического положения области России, что никак не сказывается на уровне жизни местного населения. Жители Архангельской области иногда мрачно шутят, что их родина – это край доски, трески и тоски. Причем речь сейчас не только о каких-то забытых богом поселках на Белом море, но и о, собственно, краевом центре. Это только на каналах пропаганды. Архангельск – это гордый и красивый город русских моряков. А по факту именно на примере Архангельска отчетливее всего понятно, какой же лживой помойкой является весь русский мир. Ведь только в этой части планеты у и без того нищих людей можно забрать последнее ради показушного аттракциона щедрости за границей. И новость, которую мы вам сейчас покажем, просто за гранью добра и зла. Из бюджета Архангельской области более 800 миллионов рублей выделили Мелитополю. Всем ясно? Будут теперь богачи поморы, нищий Мелитополь, где и войны-то толком не было поднимать. В 2024 году Архангельская область поможет восстановить социальные объекты Мелитополя. И это при том, что в самой Архангельской области уже который год подряд фиксируется дефицит бюджета. То есть денег не хватает даже на жизненно необходимое населению социальные программы. Например, программа переселения из аварийного жилья. Архангельск – так-то можно бы делать привлекательный город. Но у нас, посмотрите, у нас не могут решить проблему аварийного жилья. Вот посмотрите, у нас один, как посмотришь, деревяшки, развалюхи везде. И ничего не могут вообще решить. И нашей власти наплевать. Тут никак не живется, тут выживается. В данных домах проживать невозможно. Фактически дом в фундаменте не стоит. Дело в том, что большую часть краевого центра строили еще в середине прошлого столетия. Из того расчета, что бараки станут временным жильем для трудящихся. Но Красная империя рухнула. А Путину в Москве на сгнившие сараи в далеком Архангельске было чихать с высокой горки. Задача холопов – батрачить, да и на мясо в армию идти. А жить хорошо – это не богоугодное дело. Я с домом-то прямо разговариваю. Миленький, не падай, ради бога не гори. Вот, чтобы хотя бы дожить. Живешь на праховой бочке, не знаешь, в какой момент слетишь. В итоге жители Архангельска прямо признают – расселение им приходится ждать по 20 лет. Как-то я приходил на департамент городского хозяйства. Я говорю, чтобы признать дом аварийным. Они, говорит, нанимайте за свой счет. Рассматриваются, говорит, от трех до пяти дней домов в год, говорит. Ну, вы будете, говорит, на рассмотрение лет через 20. И дождались, когда мы упали. И здесь бы аж 800 миллионов, которые были выделены Мелитополю, точно не помешали бы. Но на русских же пиара не сделаешь. Пусть и дальше вместо нормальной жизни с наступлением тепла прокладывают у своих домов дополнительные ступеньки. А знаете, для чего эта рубрика «Очумелые ручки»? У-у-у, друзья, это просто прекрасно. Разного рода помосты в Архангельской области строят, чтобы не утонуть в собственной моче. Жильцы строят деревянные мосточки, чтобы прийти в дом, потому что им затопило крыльцо. Дело в том, что в могучей сверхдержаве даже в областных центрах с канализацией по-прежнему проблемы. К канализации нет беда, она под дом. Вот сейчас тут будет полная антисанитария, не только вот в этом доме непосредственно, а вообще вот в этом кусту, потому что здесь как таковой канализации нет. А все отходы жизнедеятельности, как вы уже поняли, осенью и зимой стекают под сваи, где из-за сильнейших морозов мигом замерзают. И все бы хорошо и прекрасно, если бы и не лето, и не весна. Очевидно же, эти времена года натовские буржуи и хохлы придумали, чтобы гордый город моряков в вонище утопал. Как правило, чиновники рапортует, что у нас здесь все. Все хорошо, мы все живем хорошо, все по кайфу. Вот посмотрите, люди в каких условиях живут. Но самое показательное, что во всей этой истории пугают аборигенов даже не запахи, главное в другом. Дело в том, что все местные дома изначально строились на сваях. Сваи – это в принципе не самая надежная конструкция. А когда из года в год их еще и подмывает озерами мочи, начинают случаться обувалы. Сваи, сгнившие процентов на 80, сколько он простоит, дай бог, чтобы успели расселить людей, иначе здесь до беды недалеко. Просто смех сквозь слезы. Вот этот дом вот у нас сошел со свай летом, да? В одночасье люди лишились жилья, живут на съемных. Он так трещал несколько дней. Как-то странно. Даже показалось, что как будто кто-то пилит внутри. Так трещал, трещал, трещал и сошел. Да так, выскочили на улицу. Просто к слову, даже в южном и куда более благополучном, чем Архангельск, городе Астрахань, обрушение многоквартирного дома произошло как раз из-за подмыва канализации. Срочные сообщения в эти минуты приходят из Астрахани. На привокзальной площади обрушилась часть жилого дома. Рухнули все перекрытия в двух подъездах пятиэтажки. И причиной обрушения двух подъездов дома в Астрахани могла стать канализационная вода, которая подмывала фундамент. И вся Архангельская область смотрела по телеку, как людей достают из-под завалов с четкой мыслью, что они будут следующими. Тем более в одном только краевом центре число аварийных домов измеряется в тысячах. Это квартал деревянных домов, в которых в Архангельске более трех тысяч, и примерно 1400 из них аварийные. А сколько еще не признан аварийных, даже страшно представить. Тут никак не живется, тут выживается. И проблемы там, как вы понимаете, не только с прогнившими сваями. Например, страна, где очень любят угрожать врагам морозными зимами и отсутствием газа. Европа замерзнет, вымерзнет, как в ледниковый период. Европа просто не просто замерзнет, а околеет наглухо. Украинцы уже официально начали готовиться к тому, что топить им себя придется дровами. На деле не может обеспечить теплом даже свои северные регионы, где до этих самых газовых месторождений, что называется, рукой подать. Смотрите, какой дубах. Это ужас. Батарея. Великая страна. Вот так вот и живем. Глубинный народ, как вы понимаете, от такого отношения пребывает, если не в шоке, то около того. Холопов злит, что отстроить с нуля разрушенный Мариуполь Россия якобы может себе позволить. Мариуполь. Масштабы того, что сделано за последний год, впечатляют. Новые жилые кварталы, школы, детские сады, больницы, но работы еще очень много. И в будни, и в праздничный день там кипит работа, ведь планы по восстановлению грандиозные. Гигантский технопарк, жилые кварталы, еще реконструкция Приморского парка, самого большого в городе. А вот в духовной и импортозамещенной Архангельской области люди с российским паспортом вынуждены жить так, будто именно здесь идет война. А НАТО бомбит Архангельск круглые сутки. Потолок тряснут пополам. То есть в любой момент этот потолок может рухнуть. Снизу крысы ползут, сверху крысы и клопы. И вот что делать? Мы не знаем, что нам делать. То есть живем так, как вот оно есть. И не нужно вести какие-то грандиозные подсчеты, чтобы смело сказать, на замену дырявой крыше не нужны какие-то космические деньги. Как не нужны они и на борьбу с грибком и плесенью. Из-за ветких конструкций весной и осенью в подъезде идет дождь. Протечки есть и в квартире. Борьбу с плесенью и подтеками Анастасия вместе с соседями ведет уже 15 лет. Но Путину настолько плевать на холопов, что решить проблему не могут десятилетиями. А ведь стоимости всего трех-четырех ракет кинжал с головой бы хватило, чтобы вот эти россияне в 21 веке спали не в обнимку с тазиками. И еще знали, что такое горячая вода, не нагретая на печи. А горячей воды нет у вас? Какая горячая? Вот у нас печка только могла дать горячую воду. Я уже прошлую зиму ее кончила топить. А почему? Пошел дым. Дым пошел. Так а как вы тогда обогреваетесь зима-то? Электричество. Вентилятор такой маленький поставлю. Вода вся на столе, на полу все мерзнет. Но лохов, конечно, нет. И деньги системно идут именно на ракеты. Здесь бы гордым помором поставить вопрос ребром, ведь отправиться на кладбище вот с такой жизнью. Живешь на праховой бочке. Не знаешь, в какой момент слетишь. Можно и без участия проклятых бандеровцев. Но помимо единичных активистов все молчат. Скажем больше. Среди людей, о которых показательно вытирает ноги родимая страна, валом сторонников Путина. Он, кстати, на недавних выборах, конкретно в Архангельской области, с большим отрывом победил. В Архангельской области, как и по всей стране, завершились выборы президента. По морю Владимир Путин набрал более 79% голосов северян. Стоит ли говорить, что при такой поддержке балдеют местные терпилы и от спецопераций? Бабульки вон, когда калоши от говна отмывают, бегут носочки, вязанные защитником родины сдавать. Ну, за своих ребят переживаем, конечно. Я вот связала пару носочков, отнесла в пункт приема. Ну, каким еще? Что я еще помогу? Я пенсионер-бабушка. Они, походу, реально не понимают, что между спецоперацией и их нищетой прямая, прямейшая связь. Да и за те деньги, что всего за месяц уходят на бессмысленную войну, можно было бы всю Архангельскую область заново отстроить. Но народ, который, сидя в бараках, залипает от речей условного Соловьева... Весь год просидела у телевизора, так же, как и вся деревня, потому что началась война. Я думаю, что она была все равно неизбежна. Хотим мы этого или не хотим. Я так думаю. Она неизбежна была. Реально радуется, что чмоне под Авдеевкой трехцветную тряпку подняли. И теперь не только они, но и пригород Донецка в развалинах живет. Мы живем с клеенками, с ведрами, с тазами. Вот так мы и живем. Ледяные глыбы, куча дерьма, и печки не топят. Кому мы нужны-то? Вот кому мы, простой народ, нужны? Собственно, именно поэтому из всех благ цивилизации многим жителям Архангельской области доступен лишь телевизор. И это, конечно, не случайность. Это часть государственной политики. Политики смены приоритетов. Ведь пока холопы думают, что их главная проблема – это условные бандеровцы, народ можно иметь и в хвост, и в гриву. В смысле, лишать элементарных удобств, забирать последние. И пока те же поморы не осознают, что их враги вовсе не в Украине, ничего в их жизни не изменится. Как жили вторым сортом, так и будут умирать. Ну а Путин тем временем выпьет бокал импортозамещенного шампанского. Ммм, повезло с народом. Вот уж повезло. Продолжение следует...